В этом видео мы рассмотрим основные темы, касающиеся планирования отбора проб, проведения полевых работ, безопасности труда и контроля качества. Отбор проб начинается всегда с определения цели исследования. Какой бы ни была матрица исследования, вода, воздух, почва или даже отходы, основные принципы отбора анализов остаются неизменными. Чтобы достигнуть желаемого результата, исследовательские задачи должны быть хорошо спланированы и методы проведения исследования выбраны правильно. Отбор проб и замеры должны быть проведены качественно и представлять объект в момент проведения отбора проб. Работы должны проводиться безопасно и с необходимыми лицензиями. Результаты необходимо хорошо проанализировать, обработать и интерпретировать, чтобы заключения правильно описывали состояние объекта исследования. Несмотря на то, что сам процесс отбора проб в полевых условиях не занимает много времени, он требует всегда предварительной подготовки и планирования. Хорошо составленный план управляет всем процессом исследования, начиная от полевых работ и заканчивая обработкой полученных данных и написанием заключений по результатам. Чем раньше в процессе произойдет ошибка, тем больше она повлияет на конечный результат, и тем сложнее впоследствии будет исправить ситуацию. Какой бы ни была матрица исследования, необходимо подумать, что является главным для достижения цели. Не стоит усложнять процесс, так как это ведет к увеличению расходов и времени, необходимого для проведения исследования. Полученные результаты должны быть репрезентативными и в то же время нужно рационально использовать ресурсы. Составляя план, необходимо понимать основы исследования и его цель. Только после этого можно начинать осуществлять план действий. Для сбора данных необходимо всегда использовать только надежные источники информации. Характеристики территорий, на которые будет проводиться исследование и ее исторические данные, также необходимо принять во внимании. Обычная история использования объекта может уже сама по себе рассказать о многом. В лучшем случае результаты прошлых исследований можно использовать в качестве вспомогательной информации в новом исследовании. Характеристики исследуемых веществ тоже необходимо рассмотреть уже на стадии планирования. Химические и физические характеристики дадут предварительную информацию, куда вещества стремятся, как они ведут себя в окружающей среде и какой метод исследования к ним лучше применить. Каждый объект и вещество нужно всегда рассматривать отдельно. Разные вещества ведут себя совершенно по-разному в разной среде. Перед выбором окончательных точек проведения исследования и началом полевых работ стоит посетить объект лично. Карты и снимки с воздуха не всегда актуальны, и за короткое время могли произойти большие изменения, которые могут значительно повлиять на ход исследования. После предварительной оценки ситуации утверждается окончательный план отбора проб, в который входят все необходимые меры. Зоны и точки отбора проб стоит отметить на карте и приложить ее к плану отбора проб. Для ясности точки лучше наименовать или пронумеровать и использовать эти обозначения в течение всей цепочки проведения исследования. Безопасность проведения работ является важной, составляющей отбора проб и полевых работ. Работы не должны вредить здоровью специалиста и посторонних лиц или ввести к риску возникновения аварии. В группе специалистов по отбору проб должен быть всегда как минимум один человек, прошедший курс, пока заказание у первой помощи. В экстренной ситуации своевременно оказанная первая помощь может спасти человеческие жизни. Никогда не рекомендуется работать в одиночку. Важно также одеваться по погоде и надевать рабочую и сигнальную одежду. При необходимости следует использовать защитную экипировку, например, каску, защитную обувь или спасательный жилет. Особенно при работе с вредными веществами важно понимать риски для здоровья. Если существует риск подвергнуться воздействию вредных веществ, нужно всегда иметь при себе респиратор. Забота о безопасности труда важнее, чем четкое соблюдение плана действий. Если невозможно обеспечить безопасные условия работы, работу не следует выполнять. В планировании и полевые работы также входит задача убедиться в качестве проводимого исследования. Репрезентативность следует всегда рассматривать с учетом цели и объектов. Надежность проб можно улучшить с помощью проб по контролю качества, таких как параллельные и нулевые пробы. Параллельные пробы поддерживают друг друга. Если, например, три пробы с одной точки показали большой разброс результатов, становится понятно, что при отборе проб или анализе была допущена какая-то ошибка. В свою очередь с нулевой пробой, например, при отборе проб воды, обращаются так же, как и с другими пробами. Но в емкость с пробой добавляют на месте отбора проб только чистую воду. Таким методом можно определить возможные источники ошибок, возникших во время отбора проб, их транспортировки и анализа. Используемые методы и оборудование должно соответствовать и быть надежным для исследуемых веществ и матриц. Многие методы отбора и анализа проб стандартизированы и имеют четкие и актуальные инструкции, прописанные в стандарте. Устранение факторов неточности измерительных приборов, таких как неточность измерений и источники ошибок, улучшает надежность результатов. Используемым прибором, например, анализатором, требуется правильная и регулярная калибровка. Специалист по отбору проб должен знать, пригодны ли используемые методы и приборы и как ими правильно пользоваться. При контроле качества отбора проб необходимо убедиться, что стабилизирующие химикаты, емкости, инструменты и другие используемые принадлежности для отбора проб чистые и годные к применению. Процесс работы в полевых условиях следует задокументировать указанным в плане исследования способом. Обычно нужно обращать внимание на погоду и температуру во время отбора проб и отметить все возможные факторы, которые могут повлиять на результаты. В полевой журнал необходимо четко прописать все возможные отклонения от плана по отбору проб. Фотографии, сделанные в процессе полевых работ, помогают в документации. Позже на фотографиях можно заметить то, что осталось без внимания в процессе отбора проб. При необходимости некоторые пробы стоит законсервировать для обеспечения надежности результатов. В любом случае, пробы нужно всегда хорошо защищать от света и перепадов температур. Отобранные пробы передаются в лабораторию для проведения анализа вместе со всей сопутствующей информацией, например, списком необходимых анализов и разъяснительных описаний проб. Лаборатория представляет результаты анализов, после чего начинается их обработка и написание заключений. После полевых работ не забывайте ухаживать за использованными инструментами, чистить и мыть их, чтобы они были в порядке к следующему разу. Успешный отбор проб и полевые работы состоят из нескольких стадий, по результатам которых можно получить репрезентативные результаты о состоянии объекта исследования. Все это планируется заранее и во время работ необходимо придерживаться плана. Тщательная документация и отчетность совершают качественный отбор проб. Полевые работы, проведенные качественно, безопасно и репрезентативно, включают в себя не только посещение объекта. Часто посещению места отбора проб предшествует многочасовая работа по подготовке и планированию, чтобы сделать на объекте как можно больше хороших наблюдений и впоследствии достоверные выводы.